Добрый день, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать бой на тяжелом танке Т110Е5 на карте Париж. И, конечно, вас ждет весьма интересное сражение. Кроме того, друзья, хочу порекомендовать вам набор Starlight. Он будет активен еще до 22 октября. Поэтому, чтобы не возникло проблем, лучше купить его сейчас, если ранее этого не сделали. Так как с помощью этого набора вы получите премиум танки себе в ангар. Объект 244, Скорпион, Т92, Коронарван Акшн Х, Х5 Опыта, Уникальный Командир, 2D стиль, День Према, Чертежи. И все это в одном наборе за 80 рублей. Не пропусти халяву. Осталось 3 дня до завершения. Итак, друзья, сегодня в продажу поступила новая ПТ-САУ. Ну, как новая она уже продавалась не раз. Но я имею ввиду, что давненько ее не продавали в ЭГ. И вот снова она вышла. Стоимость у нее 1999 рублей. И вот тут я могу сказать, что это действительно неплохая цена. Да, в основном мне не нравится цена. Она, конечно, не идеальная. Но если сравнить с другими танками, я бы еще, может быть, даже присмотрелся к покупке, к этой ПТ-САУ. Потому что она, ну, мне лично нравится. Но она очень специфична и подойдет далеко не всем. У нее крутой ДПМ. Вообще орудие очень интересное, хоть и косоватое, но супер ДПМное, супер пробивное. Это отличный фармер, на мой субъективный взгляд. Ну и по цене не так уж и, в общем-то, тут много загнули. Можно дождаться, конечно, новогодних коробок. Там наверняка напихают имп. Ну и, друзья, как всегда, вы можете выиграть золото в этом видео. Вам сегодня же нужно досмотреть данное видео до конца. И в комментарии указать свой игровой ник. Поэтому крайне рекомендую это сделать для того, чтобы обогатиться голдой. Ты помнишь его таким? Ммм, а здесь он стал немного популярней. А сейчас при полном параде Бот Кит исполняется три года. Тебя ожидает. Каждая шестая игра бесплатно. Счастливые раздачи, яркие скидки, нарядные премиум танки и горы золота для твоего аккаунта. Приходи на праздник. Ссылка в описании. Итак, новая фишка от ВГ, которая позволит получать дополнительные плюшки от кланов. При этом, что интересно, не обязательно там сидеть и ждать, когда будет какая-то активность. Там выделять на это время. Теперь это работает немного по-другому. Есть личные награждения, а есть клановые. Так вот, просто в любой клан вступаешь и продолжаешь играть дальше в рандоме, как ни в чем не бывало, как будто клана у тебя и нет. И в таком случае ты будешь выполнять личные свои задачи, дополнительные очки получать с помощью выполнения простых ЛБЗ в рандоме. Ну или там в ранговых боях, или там при игре во взводе со кланами. Ну и в итоге получишь там всякие наклейки на танк, камуфляжи и все подобное. Ну то есть не особо-то что-то существенное, но тем не менее. А вот за выполнение кланового, вот этого вот, так скажем, вот этой линии клановой, то ты получишь рядом неплохие награды. Там учебные брошюры, большие чертежи и многое другое. То есть в принципе это весьма неплохо выглядит. Ну и наверняка вопрос, где взять нормальный клан. Ну в общем-то клан, конечно, нужно искать тот, который желательно играет на глобальной карте. Можете, конечно, вступить в мой клан. У нас не совсем, так скажем, все хорошо с глобальной картой, но мы просто скорее больше по фану играем. То есть такой вот фановый клан, где мы не паримся, а в основном не насчет чего просто играем. И как бы прокачиваем там, как бы в рандоме, можно так сказать, укрепрайон. Если интересно, то ссылку на клан я поставлю в описании. И также, друзья, хочу напомнить вам, что в следующем месяце, в ноябре, будет скидка на ветку к 60ТП Ливандовскому. Это у нас польский тяжелый танк, кстати, очень даже неплохой. Так что рекомендую, ну сейчас уже задуматься о прокачке данной ветки. Потом там выйдут всякие скидки на эту ветку, дополнительные ЛБЗ и много другой халявы. Ну и очень интересная информация поступила с европейского сервера. Один из модераторов на вопрос игроков насчет обновления бонового магазина, и ответил, что боновый магазин, вероятно, должен обновиться в конце года. Ну и при этом, что интересно, он даже указал некоторые премиум танки, которые сейчас рассматриваются для бонового магазина. Ну и давайте посмотрим их. Ну и в принципе это логично, потому что, смотрите, ранговые бои там как раз будут. И почему ВГ так часто именно обновляет боновый магазин рядом с ранговыми боями? Да для того, чтобы люди играли в эти ранги, ну так как не все хотят в них играть, даже несмотря на то, что там действительно дают некоторые интересные награды. Но все равно для многих это просто жесткое месиво и совершенно неприятно, неинтересно. И люди, собственно, бросают все это дело. Ну и вот ВГ таким образом пытаются как бы взять и людей затащить в эти ранги, обновляя перед этим боновый магазин. Поэтому я думаю, что боновый магазин обновится как раз перед ранговыми боями. По расписанию они должны быть где-то в конце ноября. Так что ждем и обновления магазина где-то в ноябре. Ну и, собственно, какие танки данный модератор указал. Он указал, что есть, в общем-то, весьма высокие шансы, в общем-то, появиться таким танкам, которые были там за всякие разнообразные события и за марафоны. Но точно он танки не указал, то есть не написал, но как бы сказал, что будут все танки в основном за события и за глобальную карту. Я посмотрел именно, какие танки в прошлые года были. И, собственно, Эмид 1951 среди таких танков. Потом М-54 Ренегат. Ну вот, Эмид, если что, он был за линию фронта, как раз он хорошо подходит. То есть, ну, модератор сказал, что именно позапрошлые года, то есть не сказал, что именно танки с марафонов с этого года. То есть, там, не мечтайте получить Элиса там или какой-то подобный новый танк. Ну, вот Эмид 1951, который был в прошлом году, я думаю, вполне даже, ну, имеет место быть такое, что его будут продавать. Потом М-54 Ренегат был в прошлом году в марафоне, но очень сомневаюсь, что этот танк абсолютно для всех вытащут в боновый магазин, но шансы есть, так как, ну, опять-таки, были указаны танки с марафонов. И, кстати, один из, ну, там, людей, который общался там на английском, он, собственно, спросил насчет вот Ренегата, будет ли подобный танк в боновом магазине, на что не было, ну, негативного ответа, то есть, ну, не было, правда, и позитивного ответа, то есть сказали просто ждите, и, возможно, и такой танк будет. Поэтому вполне может быть, хотя, конечно, шанс не особо высок. Потом был указан танк ВК-75-01К, этот танк не был в марафоне, но, по, в общем-то, словам модератора, данный танк сейчас рассматривается как именно обновление бонового магазина, потому что, ну, наверное, потому что его не очень сильно покупают, и, как бы, спрос на него не особо большой. Кроме того, был упомянут такой танк, как М48А2 Раундпанзер, то есть, вероятно, некоторые танки, которые, ну, не особо продаются, то есть спрос на них не особо большой, видимо, их будут добавлять постепенно в боновый магазин. Потом Пантера 8.8, это еще один танк, который указал модератор, ну, конкретно по марафоновским танкам, он, ну, точно ответа не дал насчет именно обычных танков, сказал, что вот Пантера 8.8, там, ВК, там, ну, не Ренегат, а ВК-75-01, вот, и Раундпанзер, и Пантера, вот эти три танка, они, короче, имеют все шансы появиться в обновленном боновом магазине. Ну, кроме того, будут, как, в общем-то, он сказал, по его словам, по крайней мере, ну, будут танки, которые с глобальной карты, но не особо популярные танки. Из непопулярных можно отметить М60, его в последнее время практически на глобальные карты не берут, там не покупают, в основном все там хотят, или там ВК-72-01, или Чифтейна, ну, и М60, видимо, скорее всего, пойдет просто в обычный боновый магазин. Кроме того, был упомянут ФОЖ-155, старая ПТ-САУ, якобы ВГ тоже ее рассматривает для продажи. Ну, такая вот любопытная информация для размышлений, так что я бы на вашем месте понемножечку накапливал боны, так как, видимо, обновление бонового магазина не за горами. На этом все, друзья, спасибо, что досмотрели до конца, желаю вам удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok